сливка томат сливка это название именно с детства идет это сладкие вкусные томаты поле такое меня воспоминаю нас со школы потом в студенческие годы посылали на колхозные поля чтобы помогать убирать томаты но эти были сливки очень вкусные сладкие ароматные такие они вот рассыпчатые были мы их очень много съедали в те времена когда работали в колхозных полях но прошло время и колхозы и совхозы стали выращивать совсем другие томаты сливочной формы это томаты были с большим количеством сухих веществ они предназначались для томатной пасты это совсем другой вкус их нельзя было хорошо так вот с удовольствием съесть но потом я все-таки была в поиске думаю ну что же это найти эту старую сливку что же делать хочется именно такой томат и чтобы получить такой томат мне судьба завела в польшу чтобы показать что есть такие томаты потому что было такое впечатление что иностранные селекционеры только вот твердыми сортами томатов с большим количеством сухих веществ занимаются в 2001 году я была на выставке затем на большом рынке в польше где фермеры продавали томаты и вот я увидела вот впервые там именно вот этот томат калибри а затем супермаркет обратила внимание какие томаты продают и кто их больше покупает покупали именно вот такие сливку но мы тоже попробовали она мне понравилось но тогда еще не было семян на рынке нашем и естественно долго пришлось искать но вот появились эти семена и в этом году у меня из пяти семян все зашли 5 семян и очень они мне понравились эти калибри связаны с воспоминаниями приятными воспоминаниями что вот поляки вот так очень любят эти томаты готовят их с них готовят все абсолютно салаты в свежем виде томат калибри у них уважаемый томат и сливочные томаты у них специально выращивается для питания в свежем виде вот питаются и салаты и просто таких едят я искала томат узнала что это фирма класс французская фирма но вот мне довелось уже увидеть их все эти семена в прошлом году у нас хотя их уже несколько лет у нас продают и я наконец-то эти томаты сейчас возьму баночку я уже показывала сделаю сносочку я именно эти томаты искала для того чтобы не только салаты делать но и чтобы вот делать такие заготовки заготовки именно сушеные томатики на зиму очень вкусные ароматные зимой такой невероятный вкус вот эти томаты именно для этого я и выращиваю конечно в следующем году я буду выращивать больше в этом году всего пять я думаю что нужно десяток выращивать этих томатов потому что десяток растений как раз очень хорошо будет хватит на все весь сезон заготовки сделать в банке именно этого томата чем он мне нравится то что это индетерминатный очень высокорослый видите он очень высокий вы придется уже скоро его и обрезать сливка сама очень хорошая вот посмотрите вес вот сейчас даже вес 150 170 грамм ну вот те которые поменьше там 120 грамм а так в основном это очень большая сливка очень крупная красивая я ее показывала в разрезе уже когда мы готовили для засушки этот томат очень мало семян в основном это красная такая сочная очень вкусная мякоть вот они толстостенные из-за этого я их очень полюбила на кисти 8 10 сливок на первых кистях было и до 10 вот сейчас их меньше естественно этот индетерминатный гибрид создан для теплиц в которых выращивают на гидропонике вот и там дают все необходимые по компьютеру естественно они однородные очень красивые эти томаты получаются мне понравилось что они очень рано созрели 60 65 день они уже были готовы они следом за президентом за мелодией начали краснеть практически почти одновременно и очень вкусненько красиво смотрелись и мы их пробовали в салате очень хорошие вот они жару хорошо переносят короткие сравнительно между и мне очень нравится что они устойчивы устойчивы как и все гибриды к различным заболеваниям к вертицелиозному фузариозному виданию к мозаике томатов к нематоде и особенно к гнили корней которые вот сейчас очень многих тепличников волнует это заболевание и растения болеют и погибают калибри конечно в следующем году нужно будет больше высаживать и естественно нужно будет еще лучше заправлять почву я под них посадила вместе с ними тоже рыбку по рыбке маленькой но это я какую-то отдельную тему для подготовки почвы для томатов этой теплицы и в другой я буду об этом отдельно рассказывать но вот они любят хорошо питаться сейчас летом только полив внизу идет под корни с помощью вот заливки как мы вот эти теплицы заливаем это особая технология и сразу же после заливки проводится вне корневая обработка она связана не только с подкормкой это обработка идет и защита здесь у меня вот дверь и эти томаты больше всех принимают на себя удары стихии у нас ливни таград еще что-то но они прекрасно себя чувствуют благодаря вот этим обработкам биопрепаратами использую фитоспорин использую сыроводку затем чередую молочный коктейль но его тоже уже меняется сейчас уже совсем другой рецепт я об этом расскажу еще дополнительно в отдельном видео замечательно себя чувствуют и эти томаты обязательно будут занимать место в дальнейшем в моей теплице калибри так называется этот удивительный гибрид вот такой прекрасный